Магистовская диссертация – это диссертационная работа на тему организации государственной системы, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В данной научной работе определены актуальность исследования объекта, исследования предмета, исследования и цели исследования. Актуальность исследования предполагает в собой анализ особенностей функционального взаимодействия органов государственной и муниципальной власти в Российской Федерации и в условиях чрезвычайных ситуаций для выявления направления совершенствования системы управления комплексной безопасностью и взаимодействия спасательных служб, ликвидации чрезвычайных ситуаций с природным и техногенным характером. Объектами исследования явились совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере управления обеспечения безопасности. Объектами исследования являются общие закономерности формирования основных направлений, функционирования механизмов обеспечения государственного управления в процессе локализации чрезвычайных ситуаций. Задачи работы обусловлены поставленной целью. В частности, изучены теоретические основы взаимодействия органов государственной и муниципальной в условиях чрезвычайных ситуаций. Также проанализированы практика функционального взаимодействия органов государственной и муниципальной власти в Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций. И выявлены направления совершенствования системы управления комплексной безопасностью и взаимодействия спасательных служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это организационная система, объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочии которых входит решение вопроса по власти защиты населения и территории при чрезвычайных ситуациях. Значит, фотосистемы, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций входит в территориальные фотосистемы, которые создаются органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации и состоят из окружных, городских, районных и объектовых. Координирующие органы управления государственной системой предупреждения чрезвычайных ситуаций на федеральном уровне, на региональном уровне, охватывая территории нескольких субъектов, на территориальных уровнях, охватывающих территорию субъектов Федерации, на местном уровне, охватывающих территорию района города в частности, или даже районов города. Также на объектовом уровне, это территория организации объектов. Силы и средства. Здесь к силам и средствам единой системы государственной безопасности входит специально подготовленные силы и средства для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления и организации общественного объединения. Здесь нужно добавить, что важную роль играют органы государственной власти, которые обеспечивают гражданскую оборону. Основными задачами единой государственной системы по предупреждению и предупреждению ситуации значит обознательно на слайд номер 8. Задачи эффективного функционирования и развития немаловажную роль в системе государственной системы предупреждения играют региональные центры гражданской обороны. К силам и средствам основными задачами в повседневных условиях являются контроль с определенной периодичностью, а также при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации немедленное реагирование. В работе было выявлено, что совершенствование единой государственной системы по предупреждению и предупреждению и предупреждению ситуаций целесообразно проводить в следующих направлениях. Разработка и внедрение единой законодательной нормативно-правовой базы, в том числе и международной, конкретизирующей ответственность органов исполнительной власти на всех уровнях, включающих дублирование их функций, создание единой автоматизированной системы, инновационно-управляющей государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, дальнейшее совершенствование организационно-структурных формирований на всех уровнях. Более полное обеспечение повышения эффективности мероприятий по предупреждению ЧАЭС, а также средств защиты от них на объектовом уровне, до самого низа. Дальнейшее совершенствование технического обеспечения, также формирование унифицированного методического программного обеспечения мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации и создание глобальной системы предупреждения борьбы со стихийными бедствиями. Капитан, рекомендарь Мешков, доклад закончен. Спасибо за внимание. Александр Николаевич, есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, нормативы касающиеся защиты гражданского населения. Я только недавно прошел обучение замечательного системы МЧС для меня. Долгом выжили преподаватели и учили уму разуму, как надо организовать предприятия защиты от техногенных и других катастроф. Но я заметил, что 5 лет назад, когда я очередной раз поправил раньше, изменились некоторые нормативы. Скажите, пожалуйста, они в связи с чем меняются, чем вызваны, например, скажем, в случае зрения радиоактивного заражения, изменились некоторые параметры. Сельства защиты и мероприятия по защите. Как формируются здесь автомативы, как они меняются? Это же все-таки делает орган государственного. Я считаю, что в связи с тем, что нормативы уменьшаются в процессе развития. Вы этим вопросом диссертации занимались? Диссертации этот вопрос я не рассматривал. Ну, а если здесь свои соображения, скажите, если не исследовали этот учет? Я не исследовал. И непосредственно этот вопрос не исследовал в работе. Ну, что вы отрекаетесь? Правильно. Хорошо, задать не надо, действительно. И тогда еще вопрос один. У вас в племнике исследования написано на общее законодательство формирования. Я со мной это проведу, не заделываю. Я хотел бы понять с точки зрения общей законодательности формирования. Значит, что под этим занимается? Что такое законодательность? На слайде есть? Это вот, достаточно материал. На слайде откроете, может быть, вам подсказка. Это есть диссертация. Это, собственно говоря, актуальность предмета, цель, задача. Но это вот эти, это и вам, я бы, обязательный. Общий законодатель. Предметы следуют. Общие закономерности формирования и основные направления функционирования. Красиво. Простит вас уточнить. Общие закономерности формирования и направления функционирования механизма государственного управления является формирование общей системы безопасности, которая предполагает под собой и предотвращение чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф, и последующую локализацию всех этих катастроф. А вот слово «общие»? Они общие в каком контексте? Для кого, для чего, рамки вот этой общности? Ну, общие для всего государства, так точно, потому что сверху вниз это все должно идти, до последнего объекта непосредственно, там, организации, которая у себя внутри должна разрабатывать концепции. Это и польза, а вот эти общие. Так что еще? Прошу, спасибо. Есть еще вопрос? Сергей Владимирович, я тоже три месяца назад проходил курс молодого поиска, когда располагал, Сергей Владимирович задал все вопросы. У меня задача эффективного функционирования развития РСЧС. Девятый плакат. Я правильно понял из вашего плаката, вот, один, два, три, четыре, пятая строка, завершить установленные сроки создания комплексной системы обеспечения безопасности на средневном транспорте. Что системы не комплексной в настоящее время? Ну, по большому счету, нет. Потому что после развала Советского Союза разрушены были, конечно, отработанные вопросы по реализации транспортной системы. В Советском Союзе было все это четко отработано. Второй вопрос. Вы вот здесь большое внимание уделяете противопожарной безопасности. Тем не менее, есть страшная катастрофа, это связанная с радиационной безопасностью, вот, Сергей Владимирович задавал, и отравляющие вещества, так сказать, постоянно, там, даже тренировки проходят, так сказать, угрозы, там, клоуру, там, это и прочее, там, вот это. Вот почему-то здесь у вас это «прр» написано. Это так и должно быть? Или следовало бы выделить? Нет, конечно, следовало бы, конечно, выделить. Спасибо. Значит, следовало. Так точно, следовало. Доставьте все вопросы, перейдите. Спасибо. Теперь, пожалуйста, у вас есть лицензия. Да, после периодов и лицензия на министерскую диссертацию лицензенту недостаток. Вместе с тем, следовало усилить институциональный аспект системы государственного регулирования и фронализировать внешние и внутренние связи этой системы управления. Поставил оценку лицензент хорошо, научный руководитель посолидает. Так точно, так точно. Вам спасибо большое. Прошу добро. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.